Как избавиться от внутренних комплексов, зажимов, тараканов для обретения гармоничных отношений? О, Елена, спасибо за вопрос. Значит, вот для того, чтобы... Очень важно, чтобы поняли это. Потому что это вот ключевой момент. Потому что обычное ожидание, что отношения избавят от тараканов. Ну, что придет такой человек, что я смогу не тревожиться, я смогу быть уверенной в себе, я смогу доверять, я смогу вообще просто проявить лучшие свои качества. Это телега встала впереди лошади. Значит, никто не придет... Это доктора приезжают, понимаете, со шприцем, успокаивают тараканов. В отношениях люди не приезжают со шприцем тараканов успокаивать. Сначала нужно справляться с собственными демонами, и потом искать человека под себя настоящих, а не под своих демонов. Потому что если вы ищете людей под своих партнеров, под своих демонов, то это потом обернется вам с тарицей. Почему? Потому что вот вы чувствуете себя неуверенным. Ждете, что придет какой-то, значит, рыцарь, так сказать, мощный, уверенный в себе там и так далее. На первых парах вам при... Ну, это даже приятно. А потом он начинает вами командовать. Он же, как бы сказать, герой тут дня. И он... И это все. Он пришел, он вас... Как там? Я тебя освободил, а теперь душа девица, значит, давай на мне не только жениться, а еще и вот это дело, и вот это дело. И вообще веди себя прилично. Почему? Потому что получается, что прилетел человек, который ждали, что он будет таракана вылечил. Кстати, про таракана эта сказка мне пришла в голову ассоциация. Но потом уже эти его качества становятся в минус. Вот молодые люди любят иногда, чтобы девушка такая была, знаете, своенравльная. Потому что это их как-то... Они там защитниками выступают. Это не защитниками, а захватчиками, так сказать. Вот эту вот... А они, значит... Так они ее... А потом они... Она наутро просыпается, и ему между глаз... Он-то ожидал, что после того, как он ее... Она изменится и станет шелковой. А она боится. И она между глаз бац. А он недоволен, потому что она не шелковая. А он что, зашелковал? Нет. Он хотел в этом своем... Понимаете... Это себе доказать, что он может, так сказать, женщину взять штурмом. Ну, взял. А она-то наутро опять снова крепость. А он второй раз не готов. Вот. Поэтому задача наша сначала как-то разобраться с Галиматьей в башке. Сформировать нужные привычки. Почему я говорю, что очень важно заниматься системно и последовательно трансформацией себя? Мы даже курсы назвали специально «шаг за шагом». Смысл состоит в том, что вы действительно последовательно можете менять себя. Не потому что вы в один момент решили проснуться и стать счастливыми, бестревожными и так далее. Вы можете шаг за шагом. И эти шаги, они начинаются с очень простых. Понимаете, нужно сначала просто воздействовать на базовые наши примитивные эмоции. Вот защитные все механизмы, тревожные механизмы. Вот такие. После этого уже более сложные вещи, которые связаны с мышлением. А потом вообще справятся с иллюзиями, с загруженными в голову вот этими «меня полюбят только если» или «я хорош потому-то и потому-то». Вы хороши для разных людей по-разному. И это вы тоже должны в себе обнаруживать. И это изменение отношения к себе, эти требования, которые вы к себе предъявляете, это еще один этап. То есть это последовательность шагов от очень простых, понимаете, дыхательных техник и упражнений до вот таких, которые способны вам дать новую карту жизненных движений. Продолжение следует...